Трагедия случилась около 11 утра. Супружеская пара из Черногорска приехала на водохранилище ловить рыбу. Не успев отъехать от берега сотню метров, машина провалилась под лед. 42-летнему мужчине чудом удалось спастись, он выбрался из машины. А вот его супругу 40 лет утащила на дно вместе с Хондой. Она погибла. Рыбаки, которые в это время были на льду, вызвали спасателей, а обмороженного мужчину отвезли в больницу. Позже супруг погибший из МЧС отправился на поиски тела утонувшей жены. Операция заняла более часа. Нужно было найти именно ту промоину, куда провалилась машина. Если бы, допустим, она выбралась из машины и при этом не успела всплыть и утонула, ее течение унесло бы просто с места. И это худший вариант был бы, мы ее не обнаружили бы. Ее бы под лед унесло течение в неизвестном направлении. Сейчас даже просто ходить по льду водохранилище опасно для жизни. Промоины на каждом шагу. Во время проведения поисковой операции под воду провалилась учебная собака МЧС. Четвероногого спасателя вытащили. Эта обстановка, можно сказать, меняется уже не ежедневно, она ежечасно меняется. В течение сегодняшнего дня уже вода еще ближе подошла. И чем дальше, естественно, тем больше опасности не только выезда, а уже и выхода на лед. Спасатели предупреждают, сейчас опасно выходить на любой водоем республики. Трагедия с супругами из Черногорска печальное тому подтверждение. В конце концов, даже большой улов не стоит человеческой жизни и здоровья близких. Ольга Могучия, Виктор Буров, Евгений Чаптыков, Вести Хакасия.